Привет сообществу! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас материал про кухонные ножи. Сегодняшнее видео вполне можно считать, знаете, душноватым. Сегодня мы с вами будем разбираться, какой из золотых слитков интереснее. Ну, тот, у которого длинная сторона больше короткой, или же тот, у которого короткая сторона меньше длинной. В красном углу ринга у нас Mkasta Classic Pro Flame, а в синем углу ринга Miyabi 7000D. И, казалось бы, два респектабельных бренда, две серии японских ножей. Обе серии были на тестах, и обе серии показали отличную производительность. И, на первый взгляд, подобное сравнение действительно странное, потому как, по сути, можно брать любую из этих серий, и все будет нормально. А тогда зачем это сравнение? В целом, я могу согласиться с утверждением, что и Miyabi 7000D, и Mkasta Classic Pro Flame, обе серии — это действительно респектабельные производители. Отличные ножи и отличные результаты на тестах. Все это так, все верно. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Давайте схематично эти детали набросаем и попробуем таки освоить слона по частям. Респектабельные производители? А что это значит? Кто сильнее, кто мощнее, кто нет? Во-вторых, отличные результаты на тесте. Хорошо. А что конкретно? Проверяли те тесты, и отсюда сразу третье. На обеих сериях клинок из вариантов стали VG-10. Вопрос. А приготовленные стали одинаково? Ну и далее. Сами ножи, схема построения, логика, геометрия, массогабариты. Идентичные? Вот именно. Приступим. Начнем сначала. Что это за серии ножей? Miyabi 7000D — это сталь 7V60, заявленная твердость 61+, единица по шкале Рокфилла. В серии присутствуют все базовые ножи, а именно овощной нож, универсал двух размерах 130 и 160 мм, сантоку 18 см и два шефа 200 и 240 мм. Конечно, у Miyabi на каждую модель есть свои красивые и очень японские названия, типа Гюйто. Но с вашего разрешения я не буду даже пытаться их произносить. В целом серия сформирована, без излишеств, но есть все, что нужно. Мкаста Classic Pro Flame серия более широкая. Классический ассортимент здесь дополняют разделочный нож, Накири и парочка крупных слайсеров. Обе серии позволяют создать законченный комплект, но Мкаста немного ведет по очкам. Респектабельные производители — это довольно хитрый момент, потому как в лоб Мкаста здесь не оставляет ни одного шанса Miyabi. Miyabi — это хороший японский производитель с богатой историей, но Miyabi не очень большое предприятие. Именно что ли своеобразная семейственность Miyabi позволяет делать японцам, например, серию Black на базе стали MC66. Далеко не каждый производитель может похвастаться продуктами такого уровня. Мкаста же — это не просто производитель, это группа компаний. Мкаста производит и складные ножи, и кухонные ножи, и маникюрный инструмент. Прямая аналогия для Мкаста — корпорация Кай. Ну разве что Кай будет все-таки больше, как никак транснациональная корпорация. По идее, Мкаста опять набирает очки, однако не торопитесь. Miyabi не существует сама по себе. Miyabi интересна любопытным партнерством. Мы говорим о корпорации Цвилинг. Возможно, о самом крупном производителе кухонной утвари на планете и производителе ножей с почти трехсотлетней историей. Именно от немецкого партнера серия Miyabi 7000D получила фирменную технологию Криадур — технологию криообработки клинков. А мы с вами знаем, насколько крио — важный элемент в таком вопросе, как сталь. Мкаста — это VG10 на твердости в 61 плюс единицу по шкале Роквилла. Miyabi — это 7V60 с аналогичными заявленными показателями твердости. Точной информации, что конкретно из себя представляет 7V60, нет. Однако общая картина склоняется к тому, что на борту VG10, возможно, с легким тюнингом. Давайте я кратко поясню. VG10 — это фактический стандарт японского кухонного ножа с западным ориентиром. Также VG10 — это не порошковая высокоуглеродистая сталь компании Takefu. И на данный момент известен только один случай модификации стали VG10. Речь идет о стали VG Max на ножах Shun, она же корпорация Kai. В Японии тюнинг и спецвыпуск стали для кухонных ножей — вполне нормальное явление. Но чаще всего это касается более высокого, топового уровня. Например, сталь R2 — производство Kobistil. VG10 — это более крупные заказы и более сложная логистика. Поэтому я склоняюсь к тому, что у нас и на Мкасте, и на Мияби сталь одного порядка. В прошлом обе серии тестировались на канате, и результаты были следующие. Мияби — 219 резов на 1 см режущей кромки, Мкаста — 248 резов на 1 см. Подробная информация о тестах есть в описании к видео. По факту результат у обоих ножей очень неплохой. Для понимания, результаты ножей Бекер Плюс и Спайдерка — 133 и 136 резов соответственно. Речь, повторяю, во всех случаях идет о стали VG10. По идее, преимуществом касты есть, не драматическое, но какое-никакое имеется. Однако, нужно понимать, а что именно проверяет тест. В описании вы можете детально ознакомиться с идеей тестов, сколько их было, какая методика применяется, изучить результаты и бла-бла-бла-бла. Кратко, суть тестов — проверки работоспособности ножа. Сталь, конечно же, имеет значение. И огромное значение. Но еще немалое значение имеет рукоятка. Рукоять Мкасты представляет из себя разновидность бочки, то есть бочкообразной рукояти. Мияби же — это вариация традиционной для Японии D-образной рукояти. Мкаста на тесте имела преимущество по рукояти, но не факт, что это преимущество бочки будет отыграно в реальной эксплуатации. Кухонный нож редко задействован в серьезной силовой работе, а классический канатный тест именно такой тип работы. Ну то есть преимущество Мкасты в моем стандартном тесте совсем не обязательно будет реализовано в жизни. Может и будет, а может и нет. Нужно проверять глубже. Сегодняшний тест отличается в корне. Сегодня нам мало интересно, как именно поведет себя нож в целом. Стандартный тест проверяет нож на всех этапах остроты. Когда стали и геометрия позволяют работать относительно продолжительное время, мы можем разделить весь процессные этапы. Первый – супер острота, когда усилие нарез минимально. Второй – рабочая острота, когда усилие нарез уже ощущается. Но работа все еще комфортна и сам рез четкий, артикулированный. У тебя нет ощущения, что ты борешься с ножом. И третий этап – излет. Этап, когда комфорт уже уходит, работа ножом все еще возможна, но требует серьезных усилий и концентрации. Среди ножевых энтузиастов порой бытует мнение, и, дескать, интересен только первый этап. В реальности же тесты доказали, что именно третий этап наиболее информативный. Комфортное затупление ножа очень важно в рабочей ситуации, когда ты понимаешь, что нож уже неплохо отправить на обслуживание, но работать ты все еще можешь и можешь плюс-минус нормально. Однако, в случае с кухонным ножом, а если еще точнее, в случае выбора между японской и европейской кухонными школами, первый и второй этап остроты приобретают особенную важность. Европейская школа – это простота эксплуатации. Ножи чаще всего другоустойчивые, способны пережить посудомоечную машину. Нет, не все, но многие, а некоторые вообще никаких проблем с посудомойкой не испытывают. Супротив того, японская школа – это острота, поэтому важно, насколько эффективно нож будет работать до первого контакта с Мусатом, ну или вообще переточкой. Такие тесты, как сегодня, мы уже с вами делали. Обычно, правда, мы сравнивали не ножи, а абразивы, а сегодня сравним ножи. Традиционно в таких материалах я касаюсь заточки ножей. И традиционно, когда речь идет о мкасте, о миябе и вообще о производителях такого уровня, я говорю – заточка прошла без сюрпризов и каких-либо проблем. Так было и сегодня. Более того, не устану повторять, качественная японская кухня – это очень благодарные ножи в плане заточки. И такие ножи удобны для новичка. Все, что требуется от заточника – хороший инструмент и аккуратность. Однако сегодня есть нюанс. Как вы знаете, и это мы с вами проверяли, ножи, вероятнее всего, выиграют от заточки на профильных абразивах. Ну то есть, если затачивать на абразивах на Нива, Шептон, Суихира и подобных, результат будет лучше, чем после алмазных абразивов. Оксид алюминия в традиционных японских камнях работает мягче суперабразива. Как вы уже поняли, сегодня заточка велась именно на алмазах. Почему? Ну, во-первых, это тест вне стандартной методики, и здесь я сравниваю два ножа. И только. Поэтому можно делать почти все, что угодно. Но главное, по моим наблюдениям, такой сетап встречается часто. Ну то есть, абсолютно нормально, когда у человека есть хорошие ножи, и в том числе хорошие кухонные ножи. Есть стремление получать качественную остроту, эстетику и комфорт работая. Появляется точилка, появляются абразивы. И чаще всего это именно алмазные абразивы. Это логично. Алмазный абразив всеяден. Качество, в принципе, вопрос дискуссии. И да, потом, когда-нибудь, может быть, человек купит и профильные абразивы. Но потом и может быть. Повторюсь, это абсолютно жизненная ситуация. Вот поэтому для данного теста я взял алмазы. Правда, не Гальванику, конечно, а алмазы Матрикс. В остальном тест примитивный. Режем канат, режем бумажку, кладем монетку, повторяем. Результаты тестов следующие. Каста Classic Pro Flame 420 резов до остановки. Мияби 7000D 410 резов до остановки. И результаты, прямо скажем, дают пищу для размышлений. Но с одной стороны, очень приятно осознавать вот эту логику всех проведенных тестов. Вот в тот момент, когда силовой элемент уходит из теста, в тот момент, когда упор на сталь возрастает до максимума, в этот самый момент все преимуществом каста тихонечко сходит на нет. Опыт Мияби, технологии и цивилинг дают стране угля. Подтверждается тезис, какую серию не выбирай, ошибиться будет сложно. Однако, с другой стороны, отмотаем назад к прошлым тестам. Конечно, у нас здесь не получится сравнить яблоки с яблоками. Тогда на тестах, был аркас, был юстах. Это совсем другая концепция ножа. Но, тем не менее, нельзя не заметить более высокий результат, чем, по идее, ожидалось от алмазов. Ну, то есть, в теории, алмазы должны дать меньше результат, чем получилось. И отсюда вопросы. А что это такое? Это лучшее качество заточки? А может быть, это лучшее качество алмазов? А может быть, и то, и другое? А может быть, агрессия алмазов, а именно влияние на результат, вариативно в зависимости от уровня стали? Все-таки между традиционной Европой и японской VG10 разница существенная. Все эти вопросы, так или иначе, будут ждать своего ответа. Ну, а пока имеем, что имеем. Итак, результаты Miya BMCast по совокупности всех тестов очень близки. Получается, что мы действительно выбирали из двух золотых слитков. Получается разница в цвете и названии? Неа, не получается. Ну да, мы имеем хорошо работающую сталь в обоих случаях. Но в остальном, пожалуй, только репутация бренда. Вот здесь будет тяжело выделить что-то определенное. И Miya BMCast имеют свои козыри. А вот детали? Ну, судите сами. Рукоять BMCast безальтернативно направлена на европейский подход в кухне. Miya BMCast в свою очередь вписывает именно Японию в D-образную рукоять. Но Мкаста тоньше, причем во всех смыслах. Так как я коллекционирую шеф-ножи, дальше все будет через сравнение с шеф-ножей. Так вот, Мкаста тоньше 1,9 мм против 2,2 мм. И эта тонкость Мкаста идет через весь нож. С другой стороны, 2,2 мм – это абсолютный стандарт. Здесь нет никаких «если». А вот за меньшую толщину придется заплатить. И заплатить весом. Мкаста весит 183 грамма. Как по мне, это допустимо, но по нижней границе. Miya BMCast – это классические 230 грамм. Здесь я давайте поясню. Вес – это ведь не аксиома. Есть как поклонники увесистых ножей, так и поклонники легких. Но классический, вне зависимости от школы, шеф-ножей – это 210-240 грамм. Рез – это не только острота клинка, не только геометрия, не только сталь. Это еще и вес. Хотите убедиться? Милости прошу. Возьмите свой отлично заточенный складной нож и порежьте бумагу. Я уверен, процесс вас порадует. Но вот после разберите нож и порежьте бумагу только клинком. Результат будет любопытным. Более того, если мы с вами пробежимся по всем производителям и сериям, буквально по всем крупным, мы увидим сэкономерность. Легкие ножи чаще всего будут в эконом-сигме. Продолжим. Форма самого клинка умкасты заточена на плоскостную работу, острие опущено ниже обычного. И это вызывает вопросы. На мой взгляд, такой подход несколько странный. Ведь в серии есть и сантоку, и накири. Зачем так сильно упирать в тот же самый принцип уже на шефе? У Мияби на этом фоне более сбалансированная серия. В практических вопросах все тоже будет неоднозначно. Мияби несет микарту на рукояти, посудомоечную машину нож, скорее всего, переживет. Мыть на постоянной основе я б не стал, ну, по крайней мере, на высоких температурах. Но разово, скорее всего, проблем не будет. У Мкасты поковут. Тут однозначно мимо посудомоечной машины. Для подготовленного специалиста заточка Мкасты – это праздник. Для начинающего Мияби будет комфортнее. Общее ощущение качества у обоих ножей хорошее. У Мияби, пожалуй, чуточку лучше. Уровень базовой заточки, ну, то есть заводской заточки выше у Мияби. Это удивительно, но с коробки Мияби острее. Как вы видите, друзья, да, это респектабельные производители. Да, это отличная сталь и отличные ножи. Но при этом серии абсолютно разные. Не устану повторять, не ленитесь, сходите в магазин и оцените сами. Все сильно упрощается, когда нож ложится в руку. И, на мой взгляд, если очень-очень грубо, Мкаста злее. Уровень толерантности к ошибкам на Мкасте низкий. И нулевой, конечно, но низкий. Им каста утилитарнее. Мияби, в свою очередь, чуть-чуть мягче к новичку. И Мияби дает большее погружение именно в Японию. А в остальном и то и другое. Чистый кайф. Кайф работать такими ножами. Кайф снимать про них материал. Очень и очень комфортная история эти ваши японские ножи. Вот такой, друзья, материал. Надеюсь, он вам понравился. И если так, с вас лайк и поделитесь видео с друзьями. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok